добрый день мы сегодня говорим про одно замечательнейшее совершенно замечательное произведение это короткий рассказ бунина холодная осень мне кажется чем короче произведение тем больше о нем можно говорить там больше пространства для размышлений роман большой роман ну что там все сказано если он за это время автор не смог на всех этих страницах рассказать что хотел чушь тут тогда говорить еще так вроде вместо не остается а вот короткий рассказ даю говорить прочитать не уговорить прочитать не нужно человек там он очень короткий почитайте но он очень многое дает и дает по моему главным образом понимание а зачем вообще читать вот если бы нужен был урок зачем читать вы там на первом месте поставил этот рассказ бунина давайте вот кто мы есть трудно отрицать что мы это наша память может если без памяти того нас и нет вот интересно что когда разговоры заходят о том что такое душа куда она возникает есть такое понятие если означаемое само что означается этим понятием душа то вспоминаешь про такое явление маугли это случалось так дети воспитанные не в человеческом обществе названы понятно по герою киплинган но это название скорее психологическим стало да и из области психологии так вот эти дети не являются людьми если до шести лет человек не заговорил то вряд ли он заговорит после то что мы имеем то кто мы есть это продукт нашей культуры 10 а культура то что мы помним для нас наша часть но теперь посмотрим всегда ли мы можем сформулировать то о чем мы подумали согласитесь и и предмысли и эмоции можно назвать эмоциями но это что-то такое что ты уже почти подумал предмысли предчувства и вдруг ты прочитал я это про это и говоришь ну да я так и думал так и думал но не оформлен и фактически это было еще только ребенок мысли взрослой мысли не было а литература вообще искусство позволяет вот находить форму для своей мысли ну надо сказать что память вообще по отношению к человеку мне кажется слова не точно она стала не точным теперь когда у нас с памятью связан еще и компьютер потому что когда мы что-то запоминаем это усваиваем то память меняет нас самих ну согласитесь что компьютер не меняется то что туда записали а мы меняемся мы собственно и есть наша память это интересно что про память думали очень многие великие писатели ну набоков понятно просто книга есть память говори когда-нибудь вот ней обратитесь а пруст камил в эту камил есть интересная интересная мысль человек герой его произведения посторонний находится в одиночной камере в тюрьме довольно долго и вот что он почувствовал определенное время но с тех пор как я научился вспоминать я уже не скучал иногда я вспоминал свою спальню воображал как выхожу из одного угла и пройдя по комнате возвращаясь обратно напомню он в одиночной камере сидит в тюрьме с каждым разом путешествие занимало все больше времени вспоминал не только шкаф стол или полочку но все вещи и так далее узор инкрустации трещинку выщербленный край и вот он говорит чем больше я думал над этим тем больше полузабытых или находившийся в пренебрежении вещей всплывало в моей памяти и тогда я понял что человек проживший на свете хотя бы один день мог бы без труда провести в тюрьме сто лет у него хватило бы воспоминаний для того чтобы не скучать и вот рассказ о котором мы сегодня говорим это как раз там можно в самом случае увидеть это что оформление памяти своей вот я сам очень много пользуюсь стихами для себя этими уже точными выражениями метафорическими такими наполненными да что есть стихи иногда становится какое-то определенное состояние вспомню в моем возрасте полезно знать такие стихи они оформляют мысль о нет мне жизни надоело я жить люблю я жить хочу душа не вовсе охладела утратив молодость свою ну и далее вы прочитаете когда вам нужно будет но я что-то чувствовал такое же но вот поэзия помогла мне это поместить в правильную форму вот для чего и вот что происходит в рассказе коротком рассказе бунина именно это оформление там есть стихи фета и главный герой цитирует и он помогает своей будущей жене состоявшейся жене как вы прочитаете узнаете или уже знаете помогает сделать тот вечер последний вечер их встречи ярким настолько ярким и сильным что она в конце жизни вспоминает и говорит а что было в моей жизни пожалуй этот единственный осенний вечер если хотите сейчас перечитайте начало этого будет читайте просмотрите вспомните на экране и это рассказ о том как стихи помогают построить красоту мира как они создают настроение помогают прожить полно тяжелую минуту вот смотрите он ее жених талантливый человек умел видеть и жить проживать то что нужно вот он говорит какая холодная осень надень свою шали капот смотри из-за дремлющих сосен как будто пожар восстает ведь это только первая строфа стихотворение есть и вторая может быть он вспомнил то вторую строфу но процитировал первую потому что там чувствуешь что она то еще не развернулась как человек она еще не успела полюбить она еще только в предчувствии того что что он какая связь у нее будет несмотря на то что его убьют и это их последние вещи какая у нее связь будет с ним духовная но он понимает что она еще не готова к этой любви и он увидел ее какую-то холодность может быть или невключенность вот как бы сейчас сказали да в настоящий момент в эту тяжелую минуту она вяжет и он цитирует только первую строфу а вторая вот какая сияние севера ночи я помню всегда близ тебя и светят фосфорные очи да только не греют меня понятно понятно что вот это чуть-чуть может быть он ощущает какой-то еще холодок от нее он поэтому вспоминает вторую строфу но приводит первую как человек деликатный но он уже предчувствует что будет ее единственным ему не нужно спешить поэтому он так действует для счастья пока достаточно его любви и он и в ее холодности способен увидеть красоту убудены замечательные стихи и там такая строчка счастье только знающим дано ну вот жених герой этого рассказа о котором мы говорим он как раз уже знающий он понимает как насладиться как прочувствовать счастье даже вот такие тяжелые минуты она говорит такую банальную вещь а он угадывает эти мысли по этой банальности я не переживу твоей смерти она говорит он помолчав медленно выговорил ну что ж если убьют я буду ждать тебя там мне кажется важно я не переживу твоей смерти так говорят когда в общем то ну не хотят что ли общаться на важную для собеседника тему ну представьте я знаю что так бывает умирает человек он знает что он болен неизлечимо и он говорит вам ну вот я скоро умру и он хочет дальше это тяжелая тема но с ним надо говорить на эту тему а часто говорят ну нет что ты знаешь что не так и оба знают что они знают и однако уходят от разговора а это как раз поддержка не просто посидеть рядом а поговорить на то что в чем человек уверен и однако ну и все умрем поэтому можно найти слова правильные и поддержки и размышления развернуть даже эту ситуацию и тут вот именно происходит что она еще ну она молода не понимает как разговаривать я не переживу твоей смерти потом сама говорит все пережила жизнь почему-то у нее долгая была но он был единственным ее этот вечер потому что он его оформил этот вечер оформил этой цитатой оформил тем что сказал посмотри как светятся окна как светятся но он обратил внимание и конечно она он как бы включил ее вот глянь обратил внимание на этичность теперь представьте что этого бы не было он бы не был таким человеком он бы цитировал он бы не свои чувства не выразил этими стихами остался ли у нее вечер этот на всю жизнь вопрос вот для чего поэзия по моему это рассказ про то можно так считать почему литература важна как она нам помогает Бунин как и его героиня умер в эмиграции тяжело переживал то что случилось с Россией наверное перед смертью мечтал соединиться там с нею убитой в войнах гражданской и первой мировой ведь заметьте в рассказе нет имен действующих лис есть только имя герцога Фердинанда так как имя судьбы но по-настоящему близкие люди живут нас без имени нам не нужно их называть они просто занимают какую-то часть нас ну еще бы я заметил что главное слово в рассказе душа найдите и посмотрите как и как это это отголосок того самого Татьяна как на окна хладные дыша задумалась душа моя пишет вензель заветный вензель ей его вот мне кажется и там отражение этого конечно будем хорошо знал Пушкин это все всех наших писателей культурных людей пушкин всегда голове есть а то что случилось с нею в тот вечер холодной осени будем говорить уже явно в другом рассказе вот она его пропущенная вторая строфа как строфа фета еще долго близкое неуловимое веяние счастья чувствовалось вокруг меня то страшное и большое что в тот или иной момент встречает всех нас на пороге жизни оно вдруг коснулось меня и может быть сделало именно то что нужно было сделать коснуться и уйти ну и возвращаясь к началу если чему-то может научить этот рассказ то это внимание к миру способности видеть ну и сам он требует внимательного прочтения и я рекомендую не только в этом рассказе и в других когда цитируется что-то часто автор подразумевает подразумевал время все-таки написание могло быть очень дальним подразумевал что тот кто читает знает что там в этом стихотворении в полном и он хочет просто напомнить его ну и сейчас во время интернета довольно легко отслеживать что же имел в виду автор когда бы он это написал на мой взгляд этот рассказ учит внимательному бережному отношению своей жизни то что с нами случается обратилась воспоминания нашу память а мы есть наша память и он сам требует внимательного прочтения вот мое было чтение этого рассказа спасибо по скрипту наверное подробнее всего и наиболее известное произведение где воспоминания способность помнить поставлена на одно из первых мест это прост его произведение главное произведение и если кто когда-нибудь захочет прочитать то в начале мне кажется стоит прочитать вот те строки которые приведены сейчас на экране именно про воспоминания я начала прочитаю и вдруг воспоминание ожило то был вкус кусочка бисквита которым в камбре каждое воскресное утро воскресеньем я до начала мессы не выходил из дома угощала меня размочив его в чаю или в липовом цвету тетя Леония когда я приходил к ней поздороваться самый вид без критика ничего не пробуждало мне до тех пор пока я его не попробовал быть может от того что я потом часто видел это пирожное на полках кондитерских но не ел и образ покинул в камбре и слился с более свежими впечатлениями быть может от того что ни одно из воспоминаний давным-давно выпавших из памяти киневское сало все они рассыпались как воспоминания иногда силится всплыть на поверхность памяти и иногда у него это не получается и как какая-нибудь казалось бы мелочь помогает вспомнить что-то если вы захотите какой-то культурной среде сказать об этом достаточно будет сказать но это пирожное мадлен и каждый человек услышал или читал просто поймет что да вы сказали сказали на то что бывает какая-то мелочь напомнить многое-многое из вашей жизни поможет это вспомнить что это не что может не это это и так это 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 и это и и Субтитры подогнал «Симон»